Девушки отдыхают Спасибо, спасибо за аплодисменты. Это программа «Чёрное зеркало», которую, как всегда, представляет вам редакция подробностей. Вместе со мной здесь известные украинские журналисты. Андрей Блинов, Александр Форелин, Сергей Гармаш. И мой коллега, ведущий подробности, перекочевавший в нашу студию, Алексей Лихман, он будет помогать мне сегодня. Как и в прошлый раз, у меня здесь в студии много гостей. Как всегда, очень молодая и очень активная студенческая аудитория. Ребята, поприветствуем наши зрители. Ещё раз спасибо, спасибо. Здесь будет много гостей, политиков, общественных деятелей, военных. Я не буду представлять всех сразу, только тех, кто занял почётные места в центре нашего зала. Григорий Немыря, заместитель главы Баткевщины, в прошлом вице-премьер, отвечавший за европейскую интеграцию. В прошлом министр финансов, в том же правительстве Игорь Уманский. Известный украинский политик Ирина Герасченко, которая сейчас, помимо того, что она нардеп, она ещё и уполномоченный президента по мирному урегулированию на Донбассе. И лидер радикальной партии Олег Лешков. Вот так вот. Сразу чувствуется, на чьей стороне симпатии нашей аудитории. Потом только не говорить, что мы её специально подобрали. Но, всё-таки, значит, очень много разных тем. И мне кажется, нам как-то надо будет постараться всё это объединить сегодня. Потому что много тем, много новостей, много событий. Но, поскольку всё-таки седьмой день шаткого, не всегда соблюдающегося, но всё-таки перемирия на юго-востоке страны, дела мирного свойства становятся всё более весомее и важнее. И чем успешнее будет этот процесс, тем острее, на мой взгляд, будет вставать вопрос о том, как и кто, и какими способами, и на какие деньги будет восстанавливать разрушенное на Донбассе. И вообще, что будет происходить со страной в плане реформ. Реформы, о них сегодня, кстати, говорил президент, выступая на открытии Ялтинского форума. Я не оговорился, Ялтинский форум в этом году, увы, проходит в Киеве. Вот обо всём об этом по порядку. И мне как раз хотелось бы сначала просто уточнить у Ирины Герасченко, потому что я думаю, что она, как никто, должна хорошо знать эти цифры, эти факты. Вот вице-премьер, первый вице-премьер Гройсман сегодня говорил о том, что масштаб ущерба оценивается почти в 12 миллиардов гривен, если быть точным, в 11 миллиардов 800 миллионов гривен. Это, там, без малого, по нынешнему курсу, миллиард долларов США. 35 городов разрушено, разрушен 21 райцентр. Без средств существования может остаться от одного до миллиона, до миллиона 800 тысяч человек. Я уже не говорю, что люди живут без света, воды, нормально работающих, коммуникаций и прочее, и прочее, и прочее. И до наступления холодов остаётся, в лучшем случае, два месяца. А дальше, как говорится, как Господь пошлёт. Это всё так? Всё настолько серьёзно? Абсолютно очевидно, что края-агресор, яка допустила прямое воинское вторгнение на территорию Украины, абсолютно не мріяла про то, чтобы доедать до своих депрессивных регионов ещё непрості Луганскую и Донецкую область. АТО может вам абсолютно відповідально стверджувати, что атака велася на инфраструктуру, там майже не залишилися мостів. И зараз наши рятувальники просто перекидают мости в такие понтонные, через которые в час ещё не холодный можно переезжать машины, в зимку это будет неможливо. Там знищені найкращие наши шахты, которые работали, для того, чтобы в том числе вбить конкурента в угольную промышленность украинскую. Там знищені ці наши заводы, которые давали нам хороший прибуток в металлургии. Тому очевидно, что Россия ставила ставку на две вещи. Створить в Украине вот этот узел проблем, в этом она достигла успеха, потому что дейсно лишь это проинспектование, куда Украина смогла побачить, дойти, потому что до Луганской, например, мы и Досина, розуміємо, там весь масштаб трагедии, яку влаштувала ось эта страна, яка принесла туда начебто допомогу. Но очевидно, что знищені очень важливые объекты, школы, детские садочки, на дахах, в которых установилися монуметы. И Украина сегодня осталась, по сути, сам на сам с этой проблемой. Что тут мы можем сделать? И враховывая то, что нам нужно, это период очень крикого перемирия, для того, чтобы посилить нашу армію, для того, чтобы посилить и військово-техническим забезпечением, дать новую оружие, забезпечить нормально наших солдат, до земли подготовить. А это величезные деньги. Нам еще это створили проблему. Уявите себе, что настолько официально на этот день зарегистровано 240 тысяч переселенцев. Тобто, это тех людей, которым сегодня нужно в стране думать, где им жить, где им работать на новом месте. И так и иначе. Можете на скидку сказать, сколько надо денег? Я думаю, что то, что государство проинспектировала, эти 12 миллиардов гривен, это очень корректная цифра. Где нам их взять? Сегодня влада, во-первых, Украина, готует такую большую международную конференцию инвесторов. И мы уже имеем подтверждение, что она пройде восемь. И приблизительно полтора миллиарда евро нам уже погодились дать наши партнеры с Европейского Союза. Вот замечательно, что вы об этом начали говорить, Ирина. Извините, что я вас перебиваю, сейчас объясню почему. Вот сегодня на этой самой Ялтинской конференции выступал бывший директор-распорядитель МВФ Доминик Стросскан, который сказал буквально следующее, поражен тем, какие слабые действия Евросоюза в поддержку Украины. Ни один европеец не хочет за Украину умирать, это понятно. Но они даже не хотят платить за Украину. Мы слышали много слов солидарности от представителей ЕС, но где она, эта солидарность? Обещают деньги, денег не дают. Вот сейчас у нас на связи человек... Простите, значит, но пока я буду рассказывать, кто у нас на связи, как раз он сможет начать отвечать. Я имею в виду, что есть один человек, которому я хотел бы вот этот вопрос, если угодно, передрисовать. Тоже один из самых значительных и уважаемых европейских политиков, участников этого форума, который там в окружении президентов и премьеров, бывших и действующих все время находится. Я имею в виду Хавьера Солана. Хавьер Солана, который сначала много лет, если быть точным, с 95-го по 99-й год был генеральным секретарем НАТО, а затем 10 лет был одним из руководителей Евросоюза и одновременно возглавлял европейское внешнеполитическое ведомство. Я там не хочу утомлять наших зрителей точным перечислением всех его должностей и регалий, но фактически многие помнят, кстати, как в качестве руководителя, одного из руководителей Евросоюза и главного европейского дипломата, компаньера Солана был здесь в Киеве в разгар событий оранжевой революции и принимал самое деятельное, если сказать, ключевое участие в урегулировании того политического кризиса. Компаньера Солана, я вас приветствую. Добрый вечер, большое вам спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе. И мне бы хотелось спросить вас вот о чем. И в Строскан об этом сегодня говорил, и в Кулуарах об этом много разговоров, и в западной прессе об этом пишут в открытую, что несмотря на обещания и широковещательные заявления западных политиков помочь Украине, поддержать Украину, в действительности помощь чрезвычайно мала. Денег не дают, в ЕС не принимают. Президент, выступая сегодня, на мой взгляд, тактично, в очень мягкой форме, но все же упрекнул европейцев, ну, как-то неприлично, ну, что хотя бы там надежды не оставляют на членство в будущем. Ну, военную помощь, ладно, не оружием, но хотя бы, как говорится, извините, нелетальным оборудованием и техникой. Например, средствами связи, которых, как говорят военные, катастрофически в армии не хватает. Вот что вы на это можете возразить, если можете возразить? Компонера, Салон. Что я могу вам сказать? Сейчас глава Еврокомиссии, господин Борозов, в Киеве, я с ним поговорил, и он привез очень хорошие новости. Сперва он сказал о том, что сегодня в Брюсселе уже идут очень хорошо политические процессы, все санкции продолжаются и все, что с ними связано. И поэтому это уже хорошая новость. Все идет в нужную сторону для Украины, в отношениях Украины с Евросоюзом. Ну а вот, чтобы вы сказали в ответ на те слова, которые сегодня произнес президент, все-таки, ну, хотя бы там, что называется, подморгните нам. Хотя бы намекните на то, что в будущем есть какая-то надежда на членство. Я имею в виду членство в Евросоюзе. Через 10, 20, 30 лет. Давайте я вам расскажу, какой сейчас календарь. Сперва будет ратификация соглашения про ассоциацию на следующей неделе, и она будет проходить одновременно, синхронно, в Брюсселе и в Киеве. Будет видеоконференция между двумя столицами. Это уже будет очень важное событие, где, наконец-то, вступит в силу соглашение про ассоциации. Это уже будет очень важный день. Очень важный день в Киеве, я надеюсь, но в любом случае это будет очень важный день в Брюсселе. В этом я уверен полностью. И затем нам необходимо будет внедрять это соглашение. На это тоже потребуется время. И этот процесс остается открытым. Важно, чтобы мы продолжали работать вместе. Ну вот, кстати, господин Солана, сегодня мы узнали, что уже достигнуты некие договоренности между Россией, Евросоюзом и Украиной, о том, что притворение в жизнь соглашения об ассоциации в значительной его части откладывается на год. И при этом представители российского правительства, в частности, министр Улюкаев, преподносят это так. Россия договорилась с Евросоюзом отложить вступление соглашения ассоциации на год. Я напоминаю, совсем недавно, буквально на днях, Улюкаев грозил ответными мерами. Если будет введено в действие соглашение об ассоциации, то тут же последуют ответные меры со стороны России. Получается, напугал европейцев господин Улюкаев. Давайте я расскажу, что произошло сегодня. Сегодня был важный день. Во-первых, президент Порошенко объяснил, какова ситуация в плане переговоров с точки зрения Украины. Во-вторых, в Брюсселе состоялась важная встреча. И, в-третьих, мы обсуждали с правительством ситуацию в энергетике, и она выглядит довольно обнадеживающе на будущее. И сейчас нам необходимо имплементировать поэтапно то, что будет ратифицировано в следующей неделе, и продолжать работу. И тогда вы можете не сомневаться, что Евросоюз будет поддерживать вас, поддерживать вашу страну в любых обстоятельствах. Но вот вы знаете, последнее, что это, я не знаю, это, может быть, не вопрос, а даже реплика. Вот в ноябре прошлого года простые украинцы вышли на улицу, стали принимать участие в массовых протестах. Всего-навсего из-за того, что тогдашний президент не то, что отказался подписывать, сказал, что он откладывает подписание соглашения об ассоциации. И вот, наверное, был первый в истории случай, когда граждане суверенной страны выходили на демонстрации, потом на баррикады, потом просто умирали, не под флагами своей страны, а под флагами Евросоюза. Вот, вам не кажется, что все-таки после этого Евросоюз как-то должен был бы почутче относиться к стремлению украинцев в Европу? Я думаю, что, как же можно сказать более четко и более громко, уже на следующей неделе будет ратификация процесса ассоциации одновременно и в Брюсселе, и в Киеве, в парламенте, в Раде, и в Европарламенте там. И дальше остается вопрос внедрения. Мы знаем, каковы устремления большинства населения Украины, и я действительно очень надеюсь, что все эти устремления станут реальностью. Мы начинаем. На следующей неделе очень важный процесс. По-моему, во вторник, в начале следующей недели. И затем нам необходимо дальше вместе сотрудничать, идти рука об руку, для того, чтобы это соглашение, которое будет ратифицировано, исполнялось. Ну что ж, господин Солана, я благодарю вас, что вы отвлеклись от участия в сегодняшнем торжественном ужине. Я знаю, что вам надо возвращаться туда, за стол, где сидят нынешние и бывшие руководители страны, Евросоюза, многих держав-членов ЕС. Спасибо вам большое. Напомню, бывший генсек НАТО и бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана был сегодня у нас в прямом эфире. Евгений, у нас есть реакция на заявление господина Соланы, который только что был у нас на включении, наши бойцы, которые вернулись недавно с фронта. Хотели отреагировать на то, что сказал господин Солана? Я тут хочу сказать, что не только наши бойцы, но и присутствующие здесь политики. Я понимаю, Юрий Михайлович, я как раз хотел с вами потом это обсудить непременно. Услышали ли вы слова поддержки, верите ли вы им и стало ли вам легче от этого, что вы услышали? Ну, на данный момент мы чуем только слова. Меня зовут Дмитрий Оленько, я командир роте Батерина Шахтарска. На данный момент мы чуем только слова. Мы видим, что на самом деле Европа не хочет видеть Украину, в которой идет война, в Евросоюзе. И та политика примирения, которую ведет Европа щодо Путяна, мы знаем, чем это все закончилось в 40-х годах минулого столетия. Это закончилось во второй столовой войне. То есть Путин уже переступил в тот крок, когда это был просто локальный конфликт, там, в середине их страны, там, в Чечне, он ведет агрессивную войну не только в Украине, но и Грузии, постоянно. То есть там у себя на передовой вы не видите, что Россия начинает бояться санкций? Ну, мы видим, что они смеются с этих санкций, потому что какие санкции щодо кольких чиновников России, которые имеют отношения к террористам и российских войскам. Взагалі, никаких. То есть они делают выглядят, что боятся, там, сейчас в БСЄ, мы вернулись из Мариуполя, там, когда приехали в БСЄ, прекратились обстрелы на несколько дней. Я думаю, когда они поедут, сразу обстрелы и атаки снова начнутся. На самом деле никто санкций Европы не принимает всерьез. И поэтому, ну, добре, что некоторые чиновники европейские нас поддерживают, и организации окременно поддерживают, и волонтеры. Но все-таки хотелось бы, чтобы эта политика примирения закинчилась, потому что это рано чи пиздно перекинется и на Европу, и у нее дремоется. Спасибо, спасибо. Вот и мнение солдаток передовой, дальше тогда давайте с политикой поговорим. Григорий Михайлович, потом вы Ирина, потом Олег. Евгений, я, честно говоря, пребываю в замешательстве, потому что ту информацию, которую вы озвучили, я узнал много ранее. Время состоялось еще до этого встречи с Борозой, президентом, который проинформировал. И господин Солана четыре раза говорил, вот во вторник ратифицируй. Но самое главное, что применение договора откладывается на полтора года. Понимаете? Что это означает простым языком? А что это означает? Это означает то, что Грузия, которая ратифицировала, Молдова, которая ратифицировала, они уже на следующий день, после того, как доставили эти грамоты в Брюссель, они в полной мере имплементируют этот договор. Как мы говорили, почему это соглашение о зоне свободной торговли отличается от других, которых больше 190 соглашений в мире? Мы говорили, это углубленное и всеохопливающее, всеобъемлющее. Всеобъемлющее. Вот в этом же и смысл. Это не просто тарифы и нетарифные ограничения. Это регуляторная конвергенция, которая делает нашу экономику, украинскую, наши стандарты совместимые с европейскими. Что сейчас произошло? Сейчас, говоря так, по тарифам, да, мы даем вам какие-то привилегии, но все, что касается стандартов, все, что касается имплементации директив в сельском хозяйстве, в промышленности, в других областях, все это сейчас, как минимум, до 31 декабря 2015 года откладывается. Ну, видимо, россияне надавили так, что нет. Я хотел бы... Можно я все-таки вот скажу? И поскольку тема вот о Донбассе, когда Ирина говорила, будет донорская конференция и будут инвестиции, то, что сейчас есть, это черная дыра. Ни один инвестор, у которого есть деньги, никогда не рискнет вкладывать деньги в черную дыру. В Донецке сейчас, в Донецкой области заправляют бандиты, террористы, которые вообще не уважают законы. И кто будет инвестировать в регион, где не уважают законы, где управляют бандиты? С оружием в руках. Григорий, ну сейчас нужно говорить не только об инвестициях. Мы, в общем-то, начали с того, что у людей просто нет света элементарного. Правильно. У них урожай, если он у них есть у кого-то. Закончится через месяц. Вопрос в том, что они будут есть в ноябре и чем греться зимой. Не особенно больно. Открытый микрофон, включайтесь в дискуссию. Я из Донецка. Понимаете, мне долго не нужно рассказывать. В школу мою попал снаряд, я уже говорил об этом. В Донецке, в мирном городе. Донецк, кто не знает, миллион населения. Миллион. И когда мы говорим о территории, о специальном статусе, мы должны не говорить о территориях, а о людях, которые там живут. Которые уехали. Архитектор, которого я знаю. Женщина посадила детей своих в машину и уехала просто в Казахстан, потому что там нашла работу. И поэтому, Ирина, я с полным уважением отношусь к тому, что вы констатируете. Но главный сейчас вопрос, который ищут и на который не находят ответа люди, мои земляки там и здесь в студии. А что нужно сделать для того, чтобы тот кошмар, который там люди переживают, прекратился? Давайте поговорим об этом. Спасибо, господа. Давайте не тратить драгоценное эфирное время на аплодисменты. У вас нет ощущения, что Запад Украину сдает? Знаете, мне, как всем присутствующим в этой студии, как миллионам украинцев, хотелось бы, чтобы Запад был более честен по отношению к Украине. Чтобы он более жестко защищал не только Украину, а европейские ценности от агрессора. Однако, все-таки мы будем несправедливы, если мы не учтем то, что Украина своей этой позиции, в первую очередь, благодаря нашим героям, которые показали, что украинская армия существует, и она будет защищать Украину. А второе, нашему дипломатическому фронту заставили Запад более жестко стоять на этих позициях. Во-первых, несмотря на то, что Россия там поддержала перемирие только потому, только потому, что у нас есть армия, и только потому, что Запад включил свои санкции, с сегодняшнего дня начал действовать третий этап санкций, который затрагивает и очень серьезное, и банковский, и нефтесектор Российской Федерации. И все это время работает против России. Второй момент. Это очень важно. Что обозначает сегодняшнее заявление Еврокомиссии по поводу вступления в действие соглашения об ассоциации, которое мы все тут ждем и которое мы выбивали год назад? Итак, 16 сентября мой прогноз, не менее чем 270 депутатов Верховной Ради, это будет честь для нас, одновременно с Европейским парламентом проголосуют, и 1 ноября он вступит в действие. Отже, 1 листопада ратификация вступит в действие. Но что происходит сейчас? На самом деле, после подписания угоди, а угода была подписана 27 червня, и мой коллега, шановный, мой руководитель моего комитета с вопросом евроинтеграции подтвердит, что угода на самом деле в экономической части работает как преференция для Украины. Потому что наши товары уже выходят на европейский рынок Бердмитра. Все, что вы говорите, это очень важно, это очень хорошо, но это не гарантирует все равно того, что это остановит Путина, а у нас там более трех миллионов людей. Олег, пожалуйста, а вы что на этом поводу думаете? Вы сидите с таким отсутствующим видом, я вас просто не узнаю. На самом деле, мои думки сейчас в Мариуполе, мои думки на Донбассе, в Старобильске, в Северодонецке, в Счастье, где стоят наши войсковые, где их упродовж этого так званого перемирья обстреливают. Они гинут, они отримуют поранения. Что до перемирья, я абсолютно твердо уверен, что то, что мы сегодня имеем, нам рассказывают мир. Это не мир, это иллюзия. Россия использует этот час для того, чтобы нарастить свои силы на Донбассе. Сегодня на территории Донецкой и Луганской области вводится військовая техника, вводится живая сила противника. План их, если кто-то думает, что они остановятся, они вводят технику, чтобы остановиться? Нет. Они вводят технику, чтобы идти дальше. Вот для чего они используют перемирье. И поэтому наше завдание, если сегодня больше-менее даже уявлено перемирье, завдание нашей армии, я сподіваю, что Робли, наращивание министра обороны, сподіваю, что Робли, нам мир тоже нужен. Но если говорить про Минск, не угоди, которые были подписаны в Минск, вот подписывали с каким-то Захарченком, еще с каким-то подписывали, я вважаю, что эти угоди в зале не можно подписывать было с террористами. Сегодня Захарченко, завтра Мудаченко. Олег, хорошо, вы говорите... Олег, 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 секундочку, А вопрос простой, можно вам задать? Моб Путин е агрессор. У нас есть экономический ресурс и военный ресурс продолжать войну. Зурабов. Или прекращать войну, может быть, даже на каких-то не самых выгодных условиях, временно, передышка, как это Брестский мир, начало 21 века, Ну, первая Чеченская война 96-го, да? Да, да. Но, 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 но... Или же какая-то ситуация, когда нет ни экономических, ни военных возможностей. Есть два шляхи. Первое, это конституляция, это подняти руки, погодиться на план Путина, ну нет, то потом скажешь, дай мне сказать, пожалуйста, Погодиться на план Путина. Олександр Петрович Довженко, окупованный турками. Чего делать тогда? Чего делать тогда? Чего делать тогда? Домашний вариант. Выявить? Выявить? Домашний вариант. Боротися. Олександр Петрович Довженко, 120-го, с начала День его народжения, писал, Александр Петрович Довженко, в 43-м роце писал, мы бьемся за те, чему немає ціни в усьому світе, за батьківщину. Вот мы або сдаємось, и стоїмо на кульминат, або мы боремся. Но в спорткарте иногда, и с палками, тоже очень сложно бороться за батьківщину. Понимаете? Сергей Гармаш, пожалуйста. У нас задача вообще выиграть войну, или положить, как можно больше наших героев? Выиграют в игре, а в войне перемагают. Вот наше завдание – перемогти. И когда вы мне рассказываете, когда вы мне рассказываете про мир за будь-якую ціну, я скажу, что я не хочу мир ціною, чтобы люди на Донбассе вбивали за то, что ей говорят украинской мовы. Я не хочу миру ціною втрати украинскую территорию. Я не хочу миру ціною окупації нашей страны. Я больше, чем кто інший, хочу миру. Но не за рахунок трати территории, тогда у меня вопрос. Если вы рассказываете, что мир, 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 то, что мы сделали, верните тысячи людей, которых убили. Мирных граждан, воинских, за что они загинули, я вопрос. За то, что мы в решті сели и договорились с террористами. Так что вы хотели врага за кем-то? Если вы не думали, то не было таких рейтингов. Перше, широкий международный фронт мае бути. Вы правильно задавали Солані питание Европы. Европа повинна від слів перейти до дела. Треба військова допомога, треба экономична допомога, треба новий план маршала для України. Бо Путін, перекривши нам російський рынок, він розраховує на взрыв соціальний в Україні за рахунок скорочення робочих місц, за рахунок зупинення підприємств. Нам треба высокоточна зброя, нам треба космічні засоби розвитки. Дякую, Михайлович, нам треба извините, у меня уже день закипає. Буквально, Алексей Гончаренко, глава Одесского областного совета, прошу. Прошу. Прошите ответить, нам нужен, вам нужна война? Вы такой ястреб войны? Нет, нам треба мир. Да. Вы такой ястреб войны? Мне больше напоминаете такого душок единих, который рассказывает все эти истории. Вы говорите, нельзя было подписывать соглашение, да сохранены и спасены жизни людей. И матери на Волыни, в Житомире, в Виннице не получают похоронки. Вам нужна война, чтобы рос вас шлейтинг? Али мы получим, что дети будут расти без отцов, сиротами в своих семьях? Нам нужен мир. И то, что подписано соглашение, то, что в Минске подписано соглашение на победу Украины. И то, что говорится здесь, на черт, который там не был. И ребята стоят, аплодируют. Ребята, когда подомбросить их, видишь, как лежат наши ребята, без рук, без ног, в грязи, в крови. И когда я слышу, вот сейчас... А кто их тут поклал? Да! Кто поклал? Вот такие... А мы все... Науся... Науся... Научите... 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 Мы можем воевать с регулярной российской армией. Не обманутся. Вера Ульяшенко, еще одна буквально реманта. Вера Ульяшенко, еще одна буквально реманта. Министр обороны в кителе с нагородами сидит и слушает на международной конференции, потому что он не понимает английскую мову. Это первое. Другое, теперь что делать? Давно уже перезрило вопрос введения ставки верховного главнокомандующего, чтобы не говорили, что тот и тот, а того уже нет, а того звольнили, а того еще не нагородили. Мает быть ставка и мает быть прямая ответственность. Если этого не будет, я боюсь, что у нас, естественно, кто был на команде, что он в Украине. А это второе. Третье вопрос. Что нужно делать? Когда мы говорим, что ведем переговоры, безумовно, переговоры, каждая война заканчивается подписанием чего-то. А на сегодня Евгений был на конференции, где выступил Уэсли Кларк. Это генерал американский, который... Да, господин Уэль, командующий с иламинатором. Да, мы поняли вашу мысль. Вы знаете, он сказал, он сказал очень интересную мысль. Ну, у нас же эфир не безразмерный. Но в свое время, перед тем, как подписать мир с Японией, мы, американцы, сбросили две атомные бомбы. И мы подписали. То есть мир достигается, когда борются. Когда он не просто приходит, потому что кто-то передумал. У нас борются. И основное, что я хочу сказать. У нас борются. Я ожидал, что стола нас скажет это. Давайте вам ответим, что люди, которые вернулись с фронта. Давайте, ребята, что вы можете ответить на это. Кто не сдает территорию Украины? Как так можно вообще говорить? Я хочу ответить на тему миру. Сегодня мир с Россией это то самое, что ниш в сердце Украины. Мир с Россией это за ради всех тех хлопцев, которые там полягли. Мир с Россией не может быть, потому что Путин, он не остановился на Крыму. Он не остановился на Донбассе. Ему нужна вся Украина, потому что он хочет отродить Радянский Союз. Мир с Путиной возможен только тогда, когда прапор Украины будет висеть на стенах Кремля. Я действительно считаю, что можно так говорить. Но помните, что Галитей говорил, когда его назначали. Я обещаю, что незабаром парад перемоги будет в Севастополе. Знаете, поменьше таких вот зазиханий. Украина не агрессор. Нам не нужно идти на Москву. Мы должны защитить свою территорию. Ни пять земли, ни отдать агрессору. Вот что нужно сейчас. И оскільки Соланов был. Я думаю, он скажет про то, что он знает лучше. Про НАТО. Знаете, НАТО это система коллективной безопасности и обороны. Это наикраще. 28 краин, для Кремля. Слушайте, а что вы говорите, Григорий Михайлович? Вы извините меня. Там криком кричат жители Балтийских государств и их политики. Потому что над ними Россия уже нависает. Российская агентура работает там... Но не только на Балканах. Не только на Балканах. Она работает и в Эстонии. Мы видели вот эту историю с похищением эстонского сотрудника спецслужб, которого уже доставили в Москву. В общем, пытаются создать межгосударственный конфликт. Можно одну фразу, как Влада сейчас выкористовывает этот шанс промырия? Она-то ничего не делает. А она не делает, потому что в НАТО не обращаются. Григорий Михайлович. Как не обращаются? Они просят разместить базы на территории Эстонии и Латвии. Территория, которая принадлежит НАТО. Это граница Украины с Польшей. Это граница Украины с Румынией. Это граница Украины со Словакией. Это граница Украины с Венгрией. Там да. Почему? Потому что там действует статья 5 договора. В чем основной смысл НАТО? Нападение на одну страну означает нападение на всех. Но вот сейчас нападет Россия на Эстонию. Вы уверены в том, что НАТО будет эстонцам защищать? Сейчас я уверен, потому что решения эти приняты. И сейчас патрулируют небо эстонские. И сегодня на ялтинской стратегии я спрашиваю, что компаньера Солана у меня возникло сомнение. Я те самым испытал сегодня президента Квасневского. Вот сегодня вы спостерегаете за тем, как Путин терзает Украину. А вы впевнены, пане Квасневский, что когда Путин прийдет в Польшу, НАТО будет защищать? Я не уверен, потому что так, как сегодня они нас не защищают, они так же не защищают своих членов. Так, как в 1994 году они обещали нам мобильную ядерную оружие. А рамки недоторканности, захист сегодня нет. Но, тем не менее, нет другой системы безопасности в мире, чем НАТО. И поэтому я считаю, что место Украины, именно в НАТО, потому что сегодня Украина не имеет ни денег, ни возможности построить модернизированную армию, только при помощи общественной общественности. Ирина абсолютно правильно говорит. А вот этот очень крик и перемирие, который сегодня есть, мы должны максимально использовать для того, чтобы нарастить свои мощности и силы. Аликс, Алексей, я прошу прочитать, мы отобрали микрослова, я отобрал микрослова, я отобрал микрослова. А слово, прошу, я отобрал. Можно одну фразу? Аликс, женщина уже пенсионерный голос просит слова. Давайте послушаем. Да. Шановные друзья, я хочу, чтобы мы повернулись к этой теме, с чего мы начали. Через месяц начнется холод. Людям нет чего есть, нет воды, нет где жить. И мы сегодня говорим о том, насколько важна нам европейская поддержка. Конечно, важна. И та дипломатическая поддержка, которая есть, и все, что сделано, надзвичайно важна. Но мы не можем надеяться только на то, что нам все принесут. Как надеются наши парни, которые там воюют. Они делают свою работу, и не только делают свою работу, но и делают невозможно. Потому что они знают, что никакой помощи им не будет. И они будут самим защищать свою государство. И выполняют все его честно и добросовестно. И я вот хочу сказать про то, что у нас есть еще и уряд. Одна часть отвечает за войну. У нас есть главнокомандующий, у нас есть люди, которые отвечают за это. Но я считаю, что вторая часть, а это министры, которые должны предложить программу, что же мы будем делать, кроме того, что держим деньги. Что мы сами будем делать, и у нас есть эти возможности. И как деньги возьмете у Путина? Как? Как взять деньги у Путина? И как взять деньги у Путина? Я прошу прощения, Игорь Уманский давно просил. Он единственный человек, который еще не говорил, по-моему, в этой студии. Доброго вечера всем. Я действительно хотел бы попросить повернуться до оголошенной темы. Это за перше. На сегодняшний день никто не проводит монетаризацию ни объектов инфраструктуры, ни житлового фонда, ни промысловости. Как следует, говорить про какие-то гипотетические цифры по восстановлению этой инфраструктуры на сегодня зарану. Попереднее, мое впечатление, цифра в 12 миллиардов гривен, она занижена на порядки. Наверное, не на один порядок. Наверное, не на один порядок. Я думаю, что мова будет идти про десятки миллиардов евро. Другая теза. Третья теза. Мы пів року, мовляемо, свет, НПО... Если говорить, что на порядок занижено, то это значит не 12 миллиардов, грубо говоря, а 120 миллиардов. Евгений, мы строим из Донбасс-арены стадиона, который все знают. 500 миллионов евро. Это лишь один объект? Один объект, стадион. Он, слава Богу, я сподіваю, что он не будет разрушен. Цифра 12 миллиардов, я перепрошу, но это просто профессиональная профанация. Наступно. Мы пів року просим в МВФ, ЕБРР, Святого банку, инвесторов, доноров, грошей. Донбасс-арена это не самое важное, что у нас... Я вам не говорю, что это принесло, а я просто проявляю школы детские. У меня школы детские сады, а я вам не говорю. Я вам не говорю. Я вам не говорю. А для вас это принесло, что я вам не говорю. Відновлювати электрогазов, водопостачання. Треба розуміти, что это колоссальные деньги. Мы просим эти деньги. Но необходимо понимать, что Европа и МФО это циничные организации. Они задают очень простой вопрос. Под что давать деньги? Под ваше желание их освоить? Чудово. Где план реформ? Мы говорим про план Маршала. Кто его мает в Украине разработать? Необходимо понимать, что программа с МВФ это не программа реформ. МВФ никогда не делала реформ в каждой стране. Это программа помощи, выживания. Где программа реформ от уряда? Нам кажут, что война не час для рекорд? Да нет красного часа для рекорд. Извините, что я вас перебиваю. У нас комментарий в гости. Не маю. Еще раз. Извините, у нас еще есть гости. Они тоже просят слово. Одну секунду. Одну секунду. Алексей, я просто хотел процитировать один текст, короткий. Реформ не было. Только из-за военных действий на Востоке экспертное сообщество не ставит этот вопрос жестко. По моему глубокому убеждению, тезис о том, что нельзя критиковать правительство, пока идет война, искусственной и ущербной. Запрос на реформы колоссальный, но он сегодня не удовлетворяется. Все разговоры о реформах выглядят скорее как пиар-акция, после которой ничего не происходит. Это мои слова. Это ваши слова. Подписываете? Безумовно. Да, мы просто и кажу. Так что нет реформ? Немае. А кто виноват? Судовая реформа обещали. Кто виноват? Нет, может это не право. Реформ нет. Кто? И уряд, и коалиция. Все. Коалиция и уряд. Двие вовпоедальные структуры, которые должны делать реформу. Сейчас почему-то реформу инициирует президент. Я перепрошу, это не его компетенция. Но мне кажется, что он уже вимушен это делать, потому что ни коалиция, ни уряд этих программ в стране не запропонувала. А вы вообще были в правительстве? Вы были в правительстве? Так. От вас завидели реформы? Так. Вы проводили их? Так. Какие реформы вы провели? Господин мой, две секунды, мне к вам вопрос. Скажите, вы прекрасно процитировали Черчилля. Вы великолепно процитировали. Браво, поклон в поиск. Скажите, вы знаете, еще одну поговорку? Я вам скажу, я вам отвечу. Я уже понял ваш вопрос. Рожь кроется в мелочах. Я понял. Подождите, вы. Я хочу задать вопрос. Борислав, я прошу. У нас реклама наступает. Дайте ответить. Дайте, я отвечу на ваш вопрос. Сейчас вопрос, у меня будет реклама, и вы ответите. Пусть насчет отвечает, Григорий Михайлович. Добрый день. Вопрос ко мне был. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Я вопрос вам не задавал. Я задавал вопрос, господин Шеременович. А вам вопрос задам чуть-чуть. Это моя команда. Это моя команда. Это моя команда. Это моя команда. Поэтому так и хочет ответить. Я перепрошу, я не Шеремен. Я не партюшу в городе. Якщо у вас есть, было запитание, но вы же хотя бы отримаете ответ. Да. Потому что вы даже паузы не сделали, начали говорить дальше. А я вам рассказал. За тот час, насправді, 15% падения ВП. 2009 год я был министром финансов, если кто-то помнит. 2009. 15%. Не 3, как сейчас. 15. Как наследок таких самых глубоких падений и нахожений до державного бюджета. Біля 120 рішень уряду, які ініціювали реформу, були зупинені указами президента Ющенко. Памятаєте це? Біля 120 рішень було зупинено. Вы запитуєте, чи робили мы реформу? Так, мы их робили. Чи вони впроваджені? Ні. Чому не впроваджені? Бо і тоді коаліції не було. Бо і тоді. Бо і тоді. Дивітелі, яка команда. У вас була команда. Що ж проїзошло, що ви не змогли нічого зробити? Це не можу? Ви хочеться? Ми че зробити? Ви опять идете, куди хід куди не підняли? Антон, пажаюся. Ми повідомі йдемі і шырлі, що! Звук микрофону це збільшається. Вопрос бы у цілері. Слово не даюся нагалую. Вопрос бы у цілері. Вопрос бы у цілері. Вопрос бы у цілері. Бо і тоді до 140 кг. А что вы делали и делаете? Я вам отвечаю. Первое, что мы сделали, в 2008 году мы закончили переговоры, и Украина стала членом Мировой Организации Торговли. Это стало выгодно Украине? Это первое. Подождите, в тот момент это было выгодно Украине? Конечно. В тот момент? Да, и сейчас выгодно. Потому что Россия не была еще пять лет. А Россия сейчас еще нет, а Белоруссия еще нет. Второе, что мы сделали, мы начали переговоры о зоне свободной торговли. Я подписал документ с комиссаром по торговле, он приехал в феврале 2008 года, эти переговоры начались. Если бы эти переговоры не начались, сейчас бы вы не имели это соглашение. Третье, что я вам хочу сказать, мы создали систему координации политики европейской интеграции, которую разрушил Янукович. И которая сейчас болезненно воссоздается. Потому что нельзя иметь политику и не иметь структуры, которые... Григорий Немилев, я прошу прощения. Вы сейчас рассказываете интересное вещь. Были договоренности с Януковичем поделить власть? Или нет? Были? Были наступления о том, что все покажуты. Или нет? Я рассказываю. Я не знаю, 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 я не знаю. Это немножко другая история, Антон. Это чуть-чуть... Это немножко про другое. Вы сказали, что вы отвечаете на все вопросы. Нет, я бы не гадирела. Вы сказали, что вы отвечаете на все вопросы. Он задал вопрос. А почему вы не хотите ему ответить? Что вы звучали? Ваш вопрос. Я подожду вас на телефон. Друзья мои, знаете, уже много вопросов задано, много вопросов не отвечено. А у меня главный вопрос, который мне задают. Когда ты такой растекой наконец услышишь нас, мне в ухо говорят, и говорят, когда вы уйдете на рекламу? Так вот я вот сейчас отвечу и уйдю. Нет, не можем. После рекламы. После рекламы продолжать разговор. Давайте. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо за аплодисменты. Редакция программы «Подробности» представляет очередной выпуск ток-шоу «Черное зеркало». Продолжаем разговор. Тут было много вопросов в адрес одного из наших гостей, Григория Немырия. Я обещал, что сразу после рекламы дам возможность Григорию Михайловичу ответить. Хотя бы на часть из этих вопросов. Спасибо. Я сразу... Если можно, коротко. Коротко, коротко. Основной вопрос. А где же реформы? Реформы где? Помните, когда были президентские выборы, и самый популярный ответ на этот вопрос? Наши реформы – это соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Вот сегодня мы получили ответ на этот вопрос. Будут ли у нас реформы, если это соглашение откладывается на полтора года? Я не спрашиваю вас, что вы сделали, потому что, ну, как-то неизвестны мне ваши дела. А вот господину со 140 килограммами, которые имеют государственный ранг чиновника третьей категории пятого ранга, вы определитесь, вы или государственный чиновник, и тогда действуете в соответствии с законом о службе, или вы политик. Я нахожусь номер 816, а до 19 сентября я нахожусь в отпуске по собственному желанию. Поэтому прошу, не надо меня критиковать. И я хочу ответить, прошу тебя. Приказный 816, а нахожусь. Как же так? Асгарские события, война, перемирие, а вы, а вы это самое, как же так? Я вышел в опыт этого, господина, чиновникам третьей категории пятого ранга вы остались. Вот давайте мы на этом оставим. И по сути ваших претензий, знаете, вот показывали господина Солана. Во время газового кризиса девятого года я с ним провел более 15 встреч. И что он мне говорил? Политик, который прошел Крым-Рым и медные трубы, и в Испании, и в Европе. Он говорил, вы должны, украинцы, определиться. Или вы хотите и соглашаетесь, и делаете такой выбор, платить рыночную цену за газ, или идите в рабство к России. Вот мы определились. Мы выбрали платить рыночную цену за газ, но идти в рабство к Путину. Я хотел бы поднять вопрос, по большому счету, вот мы совсем не говорим о деньгах. Президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что Европа подготовила пакет на 8 миллиардов евро для Украины. Подготовила, еще не назначена. По моей информации, это практически все кредиты. То есть это все, что будет возвращать молодое поколение здесь представлено, люди повзрослее и даже наши дети. Вопрос заключается в том, а украинский парламент готов принимать эти 8 миллиардов в качестве кредитов при такой позиции, например, Хавьера Солана? Это, в общем-то, по большому счету, консенсусная позиция. Это вот вопрос, в первую очередь, депутата. Алексей, я уважаю вас как экономиста. Вы знаете, макрофинансовое соглашение, которое подписывали, и вот меморандум, который ратифицировал еще это РАДО, она содержит условия. Выделяется один транш, потом другой выделяется, когда выполнены определенные условия. То, что вы говорите, эти 8 миллиардов, это привязаны, это не гранты. Это правильно вы говорите кредиты. Я спрашиваю, стоит ли их брать? Вопрос не был, что это такое. У нас есть еще эти показы, которые могут ответить Олега. Кредиты могут прийти, когда здесь не будет коррупции, по крайней мере, она будет. Олег, ответьте вы теперь на вопрос. Вы отвечаете, их брать не надо, я так понимаю. Я не отвечаю так. Я вам говорю, что эти кредиты можно использовать в том случае, если их не будет раскрасываться. Олег, я уже переответствовал вопрос. И, во-вторых, их дадут только лишь при условии, что будет представление, что эти деньги не пропадут. А если ответить на вопрос, что стоит брать кредиты, если кредиты берутся на то, чтобы проездить, залатать бюджетные дырки и раскрасить, то я категорично против. Если брать кредиты, то только на создание рабочих мест, на восстановление экономики, в том числе на Донбассе, на восстановление национального производства. Мы набрали за 23 года незалежности. Европейский союз даёт такие кредиты, эти 8 миллиардов, он даёт на то, что вы говорите, он даёт на рабочие места? Нет, это только на латание бюджетных дырок. То есть брать не нужно, ваша ответственность? Нет, не нужно. Для чего брать? Чтобы кто себе хатинку побудовал на Багамах, на Канарах, Кончезаспе и так далее. Только на создание рабочих мест, на восстановление национального производства. Слушайте, ну сколько общие слова? Друзья, сколько будут идти общие слова? Ну, общие слова звучат, и все радуются, аплодируют. Сначала сказали, у Путина заберём деньги. Как только, никто не знает, кроме Олега. Теперь сказали, теперь говорят о том, что да, создание рабочих мест. С тобой ведь их и бездамо. Но Халстон Николаев сказал. Олег! Объяснил себя лидером самой популярной партии. У нас, ну, тяжело быть скромным, когда ты лучше, я понимаю. Но, видимо, быть настолько популярным тяжело, потому что в перерыве единственный человек, который здесь с охранником. Охранник постоянно ходит. От кого он вас здесь защищает, Олег? От таких придурков, как ты. Надо вести себя, как нормальный человек. Олег, ты матимешь моральный правиль. Идём, выйдем. Идём, выйдем. Давай без охранника. Идём, выйдем, давай без охранника. Я тебе говорю. Я тебе говорю без охранника. Без охранника. Без охранника. Я только приглашаю, это судя не запущу. Ть, Алексей. Да, машешь право. Вы вести себя в Антокс. У него походите. Динамы. У меня один отрыв. Борислав, вибачь, одну секунду. Пане Гончаренко, ты можешь право меня дарикать, если бы у тебя не было одной обстоятельств. Ты был членом партии регионов. Ты будешь диктатуру Януковича. Поэтому ты мовчи и кайся, потому что ты войны на войне в Украине, ты войны на том, что мы ему не знаем, ты продав Украину. Ты не будешь в Украине. Будешь хоть за мной выйти. Выводи его, выводи из его придурка. Выводи из него, вы иди из жителей. Гляньте на тебе, гляньте на тебе, гляньте на тебе. Ваши по 40 килограмм. Мне вопрос, а зачем мы это превращаем по-задачи? Это же не серьезно. Я хочу всем напомнить, что мы до этой перепалки говорили о том, что они Европа. И вам, Алексей, хочу напомнить, что мы только что говорили о пути в Европу. Я хочу сказать, что у нас продолжается на самом деле ситуация, когда мы в состоянии войны с Россией. Честно говоря, вот этот фарс с драками, вызовами, там, далее, тогда, я не хочу слышать. Честно говоря, если у нас готовы... Секундочку. Подовите, 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 подовите. Это уже становится... Если я хочу продолжаться как фарс, я лично отсюда уйду, понимаете? Я не хочу слушать этот фарс, эти вызовы. Идемте, разберемся. Хочешь разбираться? Я пишу этот фарс, эти вызовы, женщина. Я, Антон, одну минуту, дадим слово. Женщине, это было вопросов, а у вас отказано. Идемте, разберемся. Господа, у меня большая вопрос. Давайте не будем радовать. Наша соседа с Востока. О чем я говорю? Сейчас в России, в Москве, в Москве. Я в Владимире с Востока. Все взяли себя в руки, успокоились. И понимаем, что каждый конфликт здесь вот до такого уровня, до такого уровня, доводит до экстаза публику в Москве. Не радуйте. Все, все успокоились. Я говорю, давайте поговорим об экономике, наконец-то. И у нас есть... Пожалуйста, пожалуйста. Откройте эту тему, Ирина Герасчевна. Я думаю, что в наступном парламенте, по-перше, має бути більше женок, бо вони більш конструктивні. А по-друге, вот знаете, все только, что вы все тут добре аплодовали, дорогие мои, але мы після години витратили не на те, что визначает ваше майбутнє. Можно принимать любую угоду про асоциацию или говорить про НАТО, но это была только европейская политика. Поэтому давайте начнемо себе и не просто ратифицировать угоду, а какие же стандарты демонстрировать. А теперь дозвольте одну только фразу. У меня перебили вы. Что мает сейчас Украина, чтобы без этой дыры, куда все так же криконные хлопцы, вы ее заводите? Перше, использовать это как шанс поднять нашу армию. И поэтому этого неделя произошло соответствия Кабміну, соответственно, только что закінчилось. Рада нас, безопаса и оборона, где вырешивались вопросы реформы армии. Друге вопрос. Я вынужден вас перебить, у нас сейчас оборвется спутник с Москвой. Я еще подойду к вам обязательно, у нас на связи Борис Немцов. Борис Немцов, мы пригласили своего деграда. Российского политика, оппозиционного политика Бориса Немцова, который в прошлом занимал пост первого вице-премьера правительства России. Это было в другую, можно сказать, историческую эпоху. Мы, Борис Ефимович, все знаем здесь, в Украине, как человек, который всегда симпатизировал демократическим переменам, рыночным реформам и революционному движению в поддержку этих перемен в стране. Он был и на митингах, и на баррикадах. И даже одно время, в начале 2005 года, когда только-только победила Оранжевая революция, пытался работать у тогдашнего президента советником по экономическим вопросам, по вопросам реформ. Но не задалось. Борис Ефимович, вот почему тогда не задалось, и как все-таки сделать так, что вот новое время, которое сейчас наступило в истории Украины, не дай бог не стало вот опять временем упущенных возможностей и нереализованных надежд. Да, ну, во-первых, добрый вечер, Евгений Алексеевич, добрый вечер, Украина. Я рад вас всех слышать. Я, правда, вас не вижу, но слышу. Я, честно говоря, вот только что слышал такой очень горячий диалог, перепалку. Мягко говоря, горячий, да. Да, да, честно говоря, я не мог разобрать чьи это... Вау, молодище. Я не мог разобрать чьи это голоса, но для меня совершенно очевидно, что вот таким образом решить огромные, я подчеркиваю, огромные экономические и социальные проблемы Украины невозможно. Понимаете, можно сколько угодно там обвинять друг друга, кричать друг на друга и так далее, но ничего не происходит. Вот смотрите, что на самом деле случилось. Больше 20 лет независимости Украины. За эти 20 лет, к великому сожалению и кошмару, да, Украина очень слабо проводила экономические реформы. И то, что сейчас Путин бахвалится, что заработные платы в России в разы выше, чем в Украине, а это действительно так, средняя зарплата в России сейчас где-то около там 800-900 долларов, средняя зарплата в Украине... Все наши проблемы уже и так знаем, да? Господин Немцов, здравствуйте. Мы знаем все наши проблемы, спасибо, что вы нам их напоминаете. Нам хотелось бы узнать, что может измениться в России по отношению к Украине. Вот вы, дай бог, станете президентом, вы лично Крым вернете, например? Это мой коллега Алексей Лихман, ведущий программы вечерних новостей на нашем канале. Можете, что Борис сказал, он не почувствовал ваше питание. А знаете почему? Потому что российская демократия заканчивается там, где начинается украинский питание. Я повторю вопрос. Вы, как президент России, способны вернуть Крым Украине? Слушайте, я слышал ваш вопрос. У меня к вам просьба, Алексей. Вы можете... У меня к вам просьба. Я понимаю, что у вас выборы, что вам надо всем там побеждать. Я не баллотируюсь, поверьте. Показать себе. Да. Вы можете не перебивать несколько минут, я отвечу на все ваши вопросы. Значит, я считаю... Но все же вы не ответили пока. Я его запомнил, да. Я тоже запомнил, вернул. У меня к вам просьба. Можно не перебивать? Или мы сейчас закончим дискуссию и говорите с вами. Да, вы, пожалуйста, потерпите, ничего не случится. Так вот, я считаю, что... Я считаю, что проблемы, которые существуют в Украине, во многом связаны с тем, что экономические реформы не проводились. Было много болтовни насчет реформ, но они не проводились. В итоге Украина самая коррумпированная страна Европы. Она даже хуже по коррупции, чем Россия, к великому сожалению. В итоге частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует, девальвации гривны больше 50%. Поэтому я считаю, что после того, как закончится война, а я очень надеюсь, что она закончится, нужно будет заниматься всерьез экономическими реформами. А именно, что я считаю предельно важным. Во-первых, это надо резко сократить государственный аппарат, на мой взгляд. Можете этого не делать, но... Во-вторых, надо снизить налоги. Я знаю, что это очень тяжело, придется затягивать пояса, но это надо сделать. Третье, нужно будет поддерживать частную инициативу. Я имею в виду и акционирование, и приватизацию, я имею в виду и поддержку малого и среднего бизнеса. Вот, это совершенно очевидно, надо делать, потому что иначе без рабочих мест будет страна, и без среднего класса тоже будет страна. А вы, скажите, готовы работать с правительством, который у нас сейчас? Вот, нет, серьезно, как консультант. Вы правильные вещи говорите, я не спорю. Прописные истины. Вы готовы работать с теми людьми, которые сейчас у нас в правительстве? Как консультант. Значит, я, во-первых, в нынешнем правительстве много моих товарищей. Должен вам открыть страшную тайну. Во-вторых, я считаю, что достойное правительство сейчас в Украине, но из-за того, что идет война, правительство не может сконцентрироваться на решении социально-экономических проблем. И это очень и очень плохо. Поэтому, конечно, необходимые условия для того, чтобы заняться экономикой, это прекращение вот этой бойни кошмарной. Теперь, что касается Крыма. Что касается Крыма. Что касается Крыма. Нельзя делать реформы. Да, война идет, или что? Что нельзя делать, по-другому суду? Вашим друзьям делать реформы сейчас. Если... Нет, подождите, дорогие друзья. Значит, реформы во время войны, конечно, никто делать не сможет. Ни в одной стране мира никакие экономические реформы во время войны не могут. Ну, Грузия сделала. Поэтому Грузия сделала реформы до войны. Я хотел бы подчеркнуть. И во время войны она их продолжала успешить. Сейчас Каха Бендукидзе сейчас советнику Порошенко. Вы можете ему задать вопрос, когда самые серьезные антикоррупционные реформы, реформа полиции, реформа суда, реформа прокуратуры была сделана. Она была сделана до 2008 года. И то, что сейчас Грузия... Борис, вам господин Немыря подсказал, что Грузия не советник, потому что правительство отказалось делать реформы. Господин Немыря, не будем, но давайте культурно отдастись. Вы говорите, что у нас, что украинцы... Я обращаюсь ко всем. Понимаете, одно дело перебивать друг друга в студии, другое дело перебивать, когда идет телемост, и когда идет еще задержка по звуку. Пожалуйста, я вас очень прошу. Проявите еще несколько минут уважения и терпения. Да нет, там, видимо, очень все нетерпеливые. Но это не важно, на самом деле. Я понимаю, выборы там надо отличиться. Так вот, теперь по поводу Крыма. Я считаю, что Крым можно вернуть, можно вернуть, только если жители Крыма поймут, что в Украине жить лучше. Вот только тогда мы это не вернусь. Значит, Путин провел... Путин провел... Путин провел вот так называемый референдум... Ведь то же самое звучало и по поводу Северной Осетии. Там реформ никаких не было, потому что это выжженное поле. Это мантра, которую повторяет российское правительство вот уже несколько лет. И не только по отношению к Донбассу. А кто это говорит? А можно узнать, кто меня все время перебивает? Это один из соведущих. Это Алексей, который вам задал этот вопрос. Я понял. Вот, Алексей, потерпите, я вам отвечу на ваш вопрос. Либо не задавайте вопросы. Алексей, ну правда, я вас, Алексей, я вас лично прощу. Хорошо, спутник уходит, давайте дослушаем. Такое ощущение, что Алексея там что-то с кипидаром намазали какое-то место. Давай. Борис, я думаю, что просто Алексей бачит, я вас еще раз прошу. И тому он так хворобливо на это реагует. Был кримний судья, который окуповал нашу землю, который вбивает наших людей на Донбассе, который окуповал Крым. И вы, российский демократ, скажете, что вы не вернете Крым. Ганьва вам. Спасибо. Мы вернете, заберем. Евгений Алексеевич, у меня к вам просьба. Евгений Алексеевич, у меня к вам просьба. Я что-то вас не узнаю. У вас как у Савика Шустера стало, ей-богу. Что происходит, я не понимаю. Можно, не так уж и плохо, я согласен, но у меня просьба. Если вы задаете вопрос, кто там из вас, то вы имейте терпение дослушать. Иначе просто до свидания и все. Слушайте, вы же меня позвали, я сам не просил. Это правда. Это правда. Позвал вас я, а не Алексей Лихман. Это правда. Да, ну пусть он и подъехал. Я только что... Я только что... Выдет внимание всех присутствующих, что... Ну, пожалуйста. Я просто напомню вопрос. Короче говоря. Если вы вдруг станете президентом, то что вы поступите? Во-первых, если бы я был президентом, во-первых, Алексей, 115 раз не перебивайте, пожалуйста. Это уже Евгений Алексеевич, я уже перебил. Да. Да, значит, еще один там красавец. Я смывал скипидар. Пока я смывал скипидар, вас перебил Евгений Алексеевич, извините. Если бы я был президентом, Крым был бы украинским. Вот и все. Дальше. Никто бы его не отбирал. Но сейчас, послушайте, но сейчас совсем гораздо более сложная ситуация, чем вам кажется. Сейчас Крым можно вернуть Украине, только если люди в Крыму поймут, что в Украине жить лучше. А для того, чтобы в Украине было жить лучше, то есть надо будет там проводить референдум и так далее. Для того, чтобы люди это поняли и захотели вернуться назад в Украину, вам придется делать болезненные, тяжелейшие, долгосрочные реформы. И эти реформы, к сожалению, я не знаю, готовы вы их делать или нет, но эти реформы надо будет делать, сцепив зубы. Понимаете? Терпеть придется. Потому что то, что я сейчас вижу, я вижу сейчас, конечно же, что идет война и, понятно, там, издевательства путинские и прочее, прочее. Я сам этим активно занимаюсь, как вы знаете, борьбой с этой агрессией против Украины. И вы это, наверное, заметили, что я этим занимаюсь очень и очень активно. В отличие, может быть, от многих людей, которые могли бы заниматься, но испугались. Но я вам должен сказать, что все время все валить на то, что есть какой-то негодяй и агрессор Путин, и поэтому мы плохо живем, не получится. Рано или поздно наступит мир. Рано или поздно придется разгребать завалы, которые произошли. Понятно. И здесь придется затянуть пояса. Я прошу прощения. Теперь что... Я прошу прощения, сейчас спутник просто улетит. Последний ваш лезис, если можно. Последний ваш лезис такой... Евгений Алексеевич просит вас не перебивать, а просто просит как бы подвести черту. Евгений Алексеевич, я молюсь, чтобы в Украине воцарился мир. И делаю все для этого, в том числе и в Москве. И я, как только это наступит, вам придется активно и очень серьезно заниматься экономикой страны. Вы 20 лет этим не занимались. И ровно поэтому такая низкая зарплата, такая низкая пенсия. И ровно поэтому такая высокая коррупция. Спасибо. Вы еще любите все за господину Лемцову президенту. Потому что здесь там аккуратно он отмечает. Да. Господин Лемцов, вы сказали, что мы последние 20 лет не занимались. Теперь вопрос, теперь вопрос. Господин Лемцов, вы говорите, что 20... Это вопрос от представителя правого сектора, Борислав Береза. Да, слышу вас, Борислав. Вы сказали, что 20 лет в Украине никто не проводил никаких реформ. Вы абсолютно правы. Но вы знаете также, что и последние 7 месяцев никто не проводил никаких реформ. Ни экономических, ни реформу МВД, ни реформу судов, ни реформу прокуратуры. Никаких реформ. И вы говорите, что эти люди будут проводить их дальше? А на чем базируется ваша уверенность? Борислав, понимаете какая штука? Вы прослушали, что я сказал. Во время войны не бывает реформ. Назовите мне хоть одну страну, которая бы во время войны проводила реформы. Хоть одну назовите. Только не надо про Грузию, ладно? Израиль. Все реформы прошли добрые. Израиль живет в войне уже. Израиль живет и воюет последние 50 лет и воюет. Послушайте, в Израиле изначально была построена рыночная экономика. Не надо перебивать. Что у вас там, я не знаю. Объелись белины, что ли? Так вот, я могу сказать, что в Израиле изначально строилась рыночная экономика. Украина, да, как часть Советской империи, да, никакую рыночную экономику не строила, а ее строить надо. Ее надо строить очень тяжело. Это будет масса проблем. У вас даже частной собственности на землю нет. Господин Министерство, вам хочет задать вопрос один из участников боевых действий на Востоке. Послушайте, пожалуйста. Вот вы говорите, если бы я был Путин, я бы Крым не забирал. Но так как уже забрали, да, то я отдавать не буду. Жители, если Крыма захотят, то мы отдадим. Это жители Крыма захватывали парламент Крыма. Это жители Крыма увеличили на 20 тысяч контингент войск в Крыму российских. Это они выбирали такой путь. Это жители Донбасса сейчас выбирают путь бомбежек. Я там был, там нет людей, которые хотят в Россию уже. Они хотят просто, чтобы ушли оттуда. Потому что там, где стоят российские военные, там идет война. Там, где стоим мы, там мир и спокойствие. В Мариуполе люди счастливы. Были до того момента, пока не подошли российские ограды. А вы говорите, жители Крыма выберут Украину, мы, может быть, их отпустим. Это позиция врага и оккупанта. Это значит. У нас заканчивается опять я в строй. Я не слышал, кто задает вопрос. Это один из участников боевых действий. Наш солдат, который вернулся с Востока. Его зовут Дмитрий Леонтьевой, боец батальона «Шахтерск». Я понял. Значит, Дмитрий, я вам могу сказать. Моя позиция четко и ясно изложена. Она многократно была в украинской прессе. Я считаю, что Путин развязал войну с Украиной. Это преступление. Я считаю, что все войска, а также все боевики, которые там находятся и получают от него оружие, должны вернуться назад в Россию. Я считаю, что вот как он все это затеял, так он оттуда должен и уйти. Причем чем быстрее, тем лучше. Вранье, которое распространяется в России, что он там не воюет, в это вранье уже никто не верит. Дальше. Я хотел бы, чтобы вы, Дмитрий, поняли разницу между Крымом и Донбассом. Эта разница огромна. Донбасс действительно... У нас, к сожалению, пропала связь. Да, у нас пропала связь. В Москве закончилась связь. Вы потратили на первые экономические времена. Я хотел бы сказать, что даже российские демократы не готовы вернуть Крым в Украину. Но вы неправильно поняли то, что говорил Владимир Немцов. Простите. Питание даже не в том, что не проводили экономические реформы. Питание поляга и в том, что за 20 лет независимости в Крыму никто не проводил украинской политики. Там зневажали украинскую мову, украинские символы, украинскую державность. Там Лусков каждый год будывал будинки, вместо того, чтобы мы кримским татарам житло давали, землю давали, украинцам работу давали. И справді пошли на референдум и прогресували. Но одновременно Немцов знает реалии российской политики. Он говорит, что Украина начнет жить хорошо, кримчане вернутся. Не вернутся. Чеченцы хотели провести референдум. Чем закончилось? Убивством сотен тысяч чеченцев. Де же самое будет с кримчанами. Россия – это декстатора. Россия – это кримчане туда пошли, потому что они хотели Россию и визволителя. На заднем только перед ногами позволят выйти. Чтобы наше задание звенят и коронавирус. Получат и коронавирус. Антон Герасим, 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 министр внутренних дел. Немцов не дать, кричит эти две дать. Время на войне вернуть. Значит, я хотел бы сказать вот о чем. Сегодня много слов говорили о реформах. О том, можно ли их проводить во время войны. Приводили пример Грузии. Так сложилось, что я знаком с Михаилом Саакашвили. И мы с ним неоднократно садились и обсуждали вопрос о том, как делать реформы в Украине. Так вот, хочу сказать, что реформы в Украине делались с 2003 по 2008 год, когда войны не было. И как раз, когда Грузия начала выходить из зоны влияния России настолько далеко, Путин и развязал ту войну, которая была так же, чтобы не дать Грузии стать свободной. И Путин по итогу добился того, чтобы президентом Грузии стал человек, у которого бизнес миллиардный находится в России. То же самое Путин делает сейчас и с нами. Когда мы сбросили своего тирана Януковича и попытались пойти в Европу, он делает все для того, чтобы нас туда не пустить. Потому что как только мы станем жить лучше и счастливее, русские, у которых есть нефть и газ, но которые многие не видят доходов от них, задаются вопросом, почему Украина стала жить богаче и счастливее, она стала европейской. А мы, имея нефть и газ, такие ресурсы, и самую большую страну мира не стали иметь. Именно поэтому Путин и воюет. Ему не нужен Крым как территория, ему не нужен Донбасс как территория, ему не нужны эти природные ресурсы. У него в Сибири всего достаточно. Они сами не знают, что у них там есть. Господин Герасимович, давайте вернемся к реформам. Мы все танцуем вокруг, около этой темы. Вы знаете, какие реформы на вашей стране, кто их может сделать? Я понимаю, что это док-шоу поставлено по принципу, кто-то кого перебьет, я тоже так умею. Не вопрос. Но я хочу вопрос. Это просто ток-шоу ни одного выступающего. Я просто хотел бы понять, в чем ваш в данном случае месседж главный. Я рассказываю, Евгений, вы сейчас все поймете. Вопрос. Какой процент граждан проголосовал за президента Саакашвили на выборы 2003 года? Кто знает ответ? 96 процентов. Раз. Второй вопрос. Какой поддержкой пользовался Саакашвили в парламенте? Рассказываю. Три четверти. Вопрос следующий. Вы говорим о реформах. Да у нас коалиция распадается искусственно. Да у нас когда реки крови лили в самой зале, только 229 депутатов, пришло зарегистрироваться в зале. Шеварнадзе, поймите. Слава им, что не решились это сделать. Это разные вещи. Выносятся законы важные и нужные. Они не голосуются. Понятен ваш месседж, но вот то, о чем говорит Алексей. Они не выбирали тогда реформы. Эти люди изгоялись старую власть. Это 96 процентов. Реформы были проведены, болезненные, порой тяжелые, непопулярные. Изберия из политиков на одну роте перечислить, которые были выигрывали. Парламент патриотов нужен. Парламент патриотов проводил, конечно, семья Януковича. Но скажите, пожалуйста, ваш шеф сидит, по-моему, в Министерстве внутренних дел. Кастинг сейчас он проводит или опять семья Януковича? Нет, кастинг теперь не проводится. Теперь назначаются люди по принципу лучшие из того, что есть. Антон, и другие вопросы. Вот мы не будем пытаться за все реформы. Давайте за одно. За иллюстрацией в милиции. Да. Где обидцана иллюстрация? Диана, увольняем тысячами. Олег Валерьевич, вы демоктор на статье. Давайте учиться и учиться. Олег, вы задали очень важный вопрос. Теперь получите, мы хотим услышать. Олег, вы задали вопрос для ответа или для пиара. Олег, Олег, вы задали очень важный вопрос. Олег Валерьевич, Олег Валерьевич. Олег, пожалуйста, иллюстрация в МВД. Пожалуйста. Пожалуйста, все здесь спорите. Олег Валерьевич, очень важный вопрос у нас. Пожалуйста, сядьте на мое место. Значит, пожалуйста, я вас специально стану так, чтобы не было зрительного контакта между вами и Лешко. А давайте на это место мы поставим, если можно, нашу единственную женщину. Один вопрос. У нас особо дело с места, я в эти форуме туда проведу. Когда будет положен конец милицейскому беспределу? Когда Министерство внутренних дел будет бороться с коррупцией? Ну, не только Министерство внутренних дел должно бороться с коррупцией, Ну, как бы, наверное... Отвечу. Давайте. Первое. Что сделано дальше? Первое. Вот и я первый. Вот сидит Борислав Береза. Хорошо. Вот сидит Борислав Береза. Мы с ним встречались месяц назад, когда он пришел пикетировать МВД. Я вышел, услышал все мнения, пожелания. Я сказал, Борислав, если в милиции работают плохие люди, много плохих людей, да, это так, пожалуйста, дайте список ваших кандидатов, мы их возьмем на работу. Результат зеро. Дальше. На вашем телеканале полторы недели назад меня пригласили в ток-шоу, включили Славянск. Говорят люди в Славянске, милиция плохая, мы хотим идти работать в милицию. Я говорю прямо в эфире телеканала Интер, пожалуйста, завтра в 9 утра вас всех ждут. Пришло, знаете сколько? Два человека. Вакансии 147 в Славянском городе. В городе Киеве тысячу вакансий. Люди не хотят идти в милицию. А почему? А милиция станет хорошей тогда, когда не будет много хороших людей. Но хорошие люди не хотят идти работать участковым за 2000 гривен. Потому что нужно идти, или редко, когда хорошие люди идут, нужно идти и вкалывать за эти деньги. А если вы говорите о нашем канале, то, конечно же, кто должен реформировать вопрос, то вы услышали репрезентацию. Милиция в Ридле решит кентарный биск. Где результат? Неоднократное обращение в МВД. Неоднократное обращение в МВД. И таких прикладов у Чернигов. И колишний начальник милиции Сум, который разгонял студентов на Сумах в Майдане. И таких прикладов сотни по Украине. Олег, Олег, Олег! Потому что кто? Вы же не верите в то, что вы сами говорите. Что значит верно? Для того, чтобы доказать, что кто-либо виновен, нужно собрать материалы на него. Нужно собрать доказательства. Вы будете их рода выбирать. Люди убивают правила найти. Если есть факты, прошу вам, прошу документы, удейлю, и не документы милиции. Олег, вы стернете на телефон. Давайте, 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 я более конкретно, я говорю, что вы, кто в ряду. Олег, вы, почему вы купим депутаты? Потому что же вы, речевание, с вами в речи, проведите реформу, проведите острацию, Дорогие люди, дорогие люди, мы весь мир разрушим до основания, а затем мы на демагоге не построим, мы на демагоге не построим. Можно взять слово женщине, которая осталась у вас одна, которая осталась у этого помещения. Я хочу сказать только одно, в таком варианте мы никогда не начнем реформу. Никто про реформу не говорит, и никому они сегодня не нужны, я вижу. Потому что все зацикавлены в том, чтобы иметь вот такую возможность улучшить балаган. Выбори, да, господа, выбори. Но я вам хочу сказать, да, 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 я иду, вот я сейчас как раз про это и расскажу. Вера Ивановна, я только маленькую ремарку, до этого 5 лет мы вас видели во власть. И очень часто видели результат только не могу сказать. Почему я за 4 лет, после меня, мы с вами, если лучше в НАТО шли с Ющенко, но так и не дошли. Но когда мы были в Владе, слава Богу, у нас не было ничего. Вера Ивановна, после 5-го года вашего перебивания в Владе 40-х годов вам не можно ходить на телевизор. У нас, слава Богу, будет стопить вывод. И сегодня еще не будет сказать. Вера Ивановна, вы так верны. Вера Ивановна, вы так верны. Вера Ивановна, вы так верны, что народ после вас проголосовал за Януковича. Я вам хочу сказать, мы... Вам не страшно? Это ж какие можно выиграть, чтобы выиграть его? Борислав, мы кипи говорили про... Борислав, справедливости ради, Янукович не у Ющенко выиграл выборы, а у другого человека. Мы говорили только, что про Сахар Шмин, еще раз историю, который провел прекрасную реформу в Грузии. Но именно через год народ выбрал другого президента. И мы знаем, чего это произошло. В том числе, не без участия этих политиков, которые не хотят иметь таких демократов рядом в наших странах, которые когда-то были в Грузии. Теперь я хочу сказать, чего я иду. Потому что действительно справедливо в том, что в таком балагане мы никогда не начнем реформовать страну. И мы сегодня начали программу про реформы. Теперь давайте задаем, мы хоть что-то про реформы сказали? И единственный человек, который сегодня сказал про реформы, это Немцов. Я сказал, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. Это наши причины, вот наши реформы, а не ваша балаканина. Вы пять лет были при владе. Вы просрали все, что можно. И вы не знаете, что вы не знаете. А можно не употреблять нецензурную реформу. А можно не употреблять нецензурную реформу. Ющенко так и дробит. Ни дипломатия, ни кто в этом не допоможе. Мы сегодня не можем запропоновать своим людям план, что мы будем делать на Донбассе пошагово перед вот этой загрозой, которой мы сегодня стали. С чего мы будем начинать? Чи будовать мумию, чи дорогу, чи шею. Вера Ивановна, а вам не ответило молодое поколение. Молодое поколение. Подождите. Это очень доброе. Послушайте, пожалуйста, эту фразу. Давайте мы к ним и подождем. А давайте поговорим, что сказал. Вера Ивановна, вы знаете, я вам скажу честно. Не будет реформ в Украине, пока старые лица идут во власть. Не будет реформ в Украине. Помните, я скажу спичку. Я вам сказал, вот зачем вы идете? Вот хотите, Григорий, зачем я иду во власть? Честно. Я живу на Троещине. И я буду идти от Троещины. И я секундочку, я постараюсь на этом маленьком участке показать, что можно что-то изменить. А вы идете? А я иду. А я вам уже... Троещинский сезон, ну и что так? А вы секунду, вы перейдете. А вы идете. Вера Ивановна, вы секунду. Борислав, дружище, главное памятать, Вера Ивановна, с усею повагой. Главное памятать, и идем, это хорошо. Главное, когда дойдем, чтобы не забыли, зачем мы шли. А теперь Вера Ивановна. А теперь Вера Ивановна. Борислав, Борислав вам абсолютно правильно каже. При всей повазе до вас, вы зачем идете? Бо вам треба земля, вам треба грошей, вам треба слава президента. Мне ничего не треба. Борислав, реформа не будет не лишь тогда, когда такие шановые, как Вера Ивановна, найдут до влады. Реформа не будет, когда и новые прийдут, за одними умовами. Если не будет ответственной владе, только не будет влада. Потому что люди прийдут новые, старые, все равно будет гордат. Само таких, как Вера Ивановна, Юшенко, раз приятно. Новые новости привести, за ответственную долгом, чтобы знали, чтобы не прятать. Не нафиг не против избирателей. Не простирайте фронт. Не против, не против, не против. Все годы новый курят. И новые люди пришли. Курят. Все нормально. Старые люди. Нет, не старые. Они же все под 23 срока уже отрели. Борислава, не у старшку, броня и бурне. А здесь, сон. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, прозвучал рецепт от наших гостей, от нашей молодежи. Что вам нужно делать в первую очередь, для того, чтобы изменить страну и помочь ситуации на Востоке? Олег, тишина! Вера Ивановна, простите, пожалуйста. Я хочу дать слово людям, ради которых вы должны работать. Пожалуйста, представляйтесь. Вера Ивановна, послушайте. Я перепрошу. Вера Ивановна, послушайте. Борислав, послушайте. Борислав, послушайте тех, ради кого вы должны работать. Первое, что я хотел бы сказать, это, во-первых, что очень не надо воровать. Во-вторых, вы всегда сидите такие богатые, в хороших часах, с айфонами, с кучей денег. Скинуть бы те же деньги, которые вы нарывали. Ну, а я тебе подарю свои хорошие часы. Мне не надо. Мне не надо. Мне не надо. Борей хорошие часы. Борей. 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 И разы что, за формирование добровольческих батальонов. Батальон формировал я, понял? Борей. Что это не? Дри копейки. Вот они не дают. И слушайте дальше. Слушайте дальше. Так, давайте дадим закончить молодому человеку. Так, 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 стоп. Правильно. Зимит здесь трусы, штаны и посылайте. Другими великолепами заворовались сколько денег. И люди бедные не могут прожить. Там на тысячу, на две тысячи гривен зарплаты живут. А вы идите на дорогих машинах, в особняках, и говорите, что нет денег. Надо одалживать. Правильно. Мы будем делать, чтобы было больше богатых, а не больше бедных. И работать надо. Правильно. Я работаю с людьми, у власти никто не был. Борис Павел, просто меньше стали верить. Ага, ты же говори. Меньше стали верить на популизм. На популизм уже даже молодежь в будущий день не ведется. Вы так, и повели и мне, и вам. Люди хотят, чтобы было больше богатых, а не бедных. Я за мной говорю. Знаете, люди хотят, чтобы во власть шли не патриоты, или псевдопатриоты, а профессионалы. Это касается господина Герасима. Знаете, что люди хотят? Чтобы вы все рядом с вами пошли далеко. Олег, это и вас касается. И чтобы вы 23 роки, будучи при владе, не грабовали краину. Вот чего хочут люди. А не хочу вообще на луха. Во власть должны пойти профессионалы. Кто идет во власть профессионалы сейчас? Ваши партии. У нас одни профессионалы. Начинаючи с меня, вся наша команда. А теперь давайте... Я уже говорила, отлично. Депутатов нет, патриотов нет, прихуней нет. А вы не депутат, Олег, вы не депутат? Я депутат. Прекрасно. На жал. Я там как один рыбак. Первым законам необходимо запретить баллотироваться депутатам первого и седьмого Сазыра. Правильно. Это касается и вас. Я прерву вас всех. Я прерву вас всех срочной новостью, которая мне кажется важной. Несколько минут назад Яценюк заявил о том, что Украина приступает к проекту Стена. Первые 100 миллионов гривен уже выделены. Это реформы по-вашему или нет? Нет, это закапывание один. Это закапывание один. А кто, у кого другое мнение? Пожалуйста. Добавляйте, в Украине началась выборчая кампания. В этих условиях никто, ни політик, реформу не будет делать. Это уже абсолютно понятно. Потому что, во время выборов, реформы точно не будут делать. Проблема Украины в том, что перед выборами никто из политиков не будет решения, которые не будут популярны. Проблема Украины в том, что мы постоянно живем в черновых выборах, або в перевыборах, або в достроковых, або еще каких-то. Стена – это пропанация. Это не реформа. Это закапывание дьявола. Это закапывание дьявола. Надо было в письменном беже. И когда подвинули террористы, донесло газ, надо было ванювать. Вы не уважаете друг друга, как политика. Как Лешко, который здесь рвет душу. И по патриотизму уже так полюбил Украину, что, по-моему, удар здесь хватит. Я поражаюсь. Это аудитория. Я Лешко сказал. Стоит аудитория, молодые люди. Во всем мире политики это те, кто стремятся к лучшему. Это лучшие люди. Так должно быть. Здесь человек показывается жлобой, хамом, ругается последними словами. Аудитория счастлива. Я сказал, стена нам нужна. От Лешка нужна стена. От какого какого. Вышли на улицы. Они вышли зачем? Они вышли для того, чтобы слушать эту дискуссию в студии. Они вышли для того, чтобы жить по европейским правилам. Чтобы у чиновников за годы. Отвечали расходы. Чтобы количество налогов сократилось. Чтобы чиновников стало меньше, но не получали нормальную зарплату и не рассказывали сказки, что они унаследовали это от некой заграничной бабушки. Это очень простые реформы. Принять решение о публикации бюджета ежедневно. Сколько денег? Окей, отбросим безопасность. 80 остальных процентов. Пришло денег, ушло денег. Знаете, как в амбарной книге. Уважаемые политики, научитесь вести простой семейный бюджет. И отвечать на вопрос, откуда машина, откуда часы. И это, по большому счету, похоронило уже не одного бывшего премьер-министра. Я очень надеюсь, что по итогам этих выборов, возможно, мы опять сделаем ошибку. Спасибо. Спасибо, Климкин. Климкин рассказать здесь экстренно. Кто? Климкин. Климкин можно наступать на вещество. Послушайте. Пожалуйста, у нас на связи министр иностранных дел Павел Климкин. Пожалуйста, слушаем господина Климкина. Добрый вечер. Павел Климкин, я вас перебью, извините, пожалуйста. Потому что, судя по всему, мало это все помогает. Только что, буквально несколько минут назад, глава СБУ Наливайченко заявил о том, что российские войска в Луганской области начали интенсивный обстрел украинских военных. Что это означает? И кроме того... О каких переговорах мы можем говорить? Еще один момент. Поступают тревожные сообщения о том, что российские войска начали штурм Донецкого аэропорта. И третье. Извините, пожалуйста, но очень много такой реакции, что, по сути дела, Евросоюз уступил давлению Москвы, которое угрожало с 1 ноября ввести жесткие ответные санкции, если в нынешнем виде будет подписано, простите, ратифицировано и имплементировано соглашение. Мы вас слушаем, Павел. Послушайте, ну, во-первых, Европейский Союз не поступил в никакой тиске, поскольку для Европейского Союза это достаточно сложное решение. Дозволить украинским товарам безмытно проработать к европейскому рынку. По-друге, сама идея для России зараз работать так, как мы работаем, не является, конечно, критичной для европейцев, поскольку обсяги этой торговли также не являются критичными. Третий момент полягает в том, что именно в контексте трехсторонних переговоров мы четко достигли понимания, что у нас гипотетические риски, про которые говорила российская сторона, они себя не выправдали. Мы реально работаем на перспективу. В том контексте и полегают домовленности, которые мы сегодня достигли. Звучайно, Европейский Союз еще далее над ним будет работать, но реально, самый этот баланс, он и уникальный для нас, и уникальный для Европейского Союза. Хорошо, Павел, а что делать с активизацией боевых действий на Востоке? Договоренности нарушены, и чем это грозит дальше? Нет, поправши о домовленности, какие досягнуты сегодня, это домовленности. Мы говорим о перемирии с Россией. Мы уже не говорим сейчас о соглашении об ассоциации, мы говорим о перемирии. Поступают сообщения, в том числе и от представителей официальных лиц, ваших коллег по власти, которые говорят, что резкая активизация боевых действий со стороны российских войск. Что касается припинения огня, то существует, конечно, три ключевых критерии, которые мы должны достигнуть. Первое, это припинение огня, мы должны не быть сталого характера. Другое, мы наконец-то должны перекрыть кордон. Это абсолютно принципово политическая вещь. И третий момент, это присутствующие спостерегачи ФБСЕ. Без этого, конечно, любые загострения, любые провокации могут, конечно, загострелить ситуацию с припинением огня. Но саме прагнение, прагнение к миру, прагнение к тому, чтобы ситуация деэкскаливалась, абсолютно критерична. Павло, это Олег Ляшко. Слушайте, я думаю, что нет в этой студии человека, который больше прагнет мира, чем я. Но люди вам задали четкие вопросы. Сейчас на Луганщине, на Донечке, восстановились боевые действия. Я вас попереджал, три недели, сказал, что это перемирие будет использовано для того, чтобы нарастить силы и пойти вперед. Как мы теперь их будем остановить? Отповедайте. Я вам отвечаю. Мы будем их остановить, используя все возможности для нашего защиты. В том числе, как я уже и сказал, и в контексте 51 статьи Статута ООН. И, конечно, мова идет о том, что перемирие и вообще прекращение огня должно быть двусторонним. И никто, конечно, не будет потерпать от того, что террористы его порушивают. Если кто-то его порушивает, то, конечно, мы найдем ответ. И найдем ответ очень быстро. Дай Бог. Будем на это надеяться. Спасибо, Павел. Спасибо вам за... Спасибо. Павел, по-другому, министр иностранных дел Украины. Я бы, с вашего позволения, Алексей, если вы меня позволите, конечно, хотел бы просто одну мысль продолжить, которая, на мой взгляд, начала здесь звучать, и как-то потом опять вот куда-то не туда пошло дело. Вот Алексей Гончаренко правильно сказал, что, смотрите, во всем мире политики, да, это те люди, которые в некотором смысле задают тон общественной жизни, которые демонстрируют, извините меня, определенные высокие моральные качества. В большинстве тех самых развитых европейских стран, которые являются образцом до продолжания, той самой страны, той самой Европы, куда мы так стремимся, подчас малейшее отступление от этих критериев и высоких образцов там, поведения, моральных норм, этики и так далее и тому подобное, подчас кладет конец карьере. Да, вот мы смотрим дебаты в британском парламенте, да, подчас очень острые, но вот простите, вот я что-то не припомню, чтобы там в палате общин такие страсти. На территории СНГ вообще с этим проблема. Будет ли у них желание жить в этой Украине, где политики якобы псевдоэлита, а на самом деле псевдоэлита страны, не может поговорить о простом, о том, как им жить в условиях зимы, о чем говорит Вера Ульянченко, о том, где брать деньги, и о том, что будет с их домами, и о том, что будет с Украиной дальше. Мы об этом поговорить должны, или мы все идем на выборы? Где брати гроши, очевидно, перши не красти, други зарубляти. Господин Ляшко, инструмент принуждения должен быть не крат. Инструмент милицейский должен быть. Судебная система должна быть. По поводу реформы же реформы, уже давно хочется высказать, и на наших военных. А где она мешает? Все решает. Верховной Раде нет большинства. По поводу реформы. Как принуждение в виде батальонов, которые заставят Верховную Раду работать. Но это будет уже не совсем законно. Непринципиально. Давайте вспомним слова губернатора Сергея Алексеевича Тарута, города Донецкой области. Я посылаю стать человека, находящегося на Донбассе, который сказал обменить выборы, ввести военное положение и заставить депутатов, которые морально готовы отработать свои законы январские, которые будут бояться вредить народу, они будут делать то, что им скажет народ. Шановный панель журналист. Олег, давайте послушаем, давайте послушаем, что это сделает. Я в мировой демагогии, я в мировой демагогии. Я прошу всех вам сказать. Я в мировой демагогии. Я прошу. Як бы губернатор Донецкой области Тарута, у квитня месяца, когда терористы захопили областную администрацию, вместо того, чтобы вместе с ними переговоры, да, замочили их, на Донбассе не было бы войны. То же самое на Луганщине, когда захопили областное управление СБУ. Они с ними переговорились, переговорились, потому что им было жалко 100 жителей террористов. Надо было замочить 100 террористов, которые сберегли тысячи и тысячи жителей. Я вернусь в реформу. Олег, 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 Олег и Атон, я возвращаюсь к реформе. Послушайте, какие реформы боятся? Олег, 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 Олег! Правильно реформы начали взимку. Особистостей. Выгнали Януковича и разом с ними. Потому что неможливо проводить реформы через старых особистостей. И люстрация мое быть. И это относится всего, в экономике, в судовом системе, в милиции, військовой, в первую очередь сейчас на войне. И люди, которые с радиками, они должны сидеть в тюрьме. То есть люди, которые даже не доторганности, такие как Ифремов, Бондаренко, такие как пан Гончаренко. Я помню в Одессе, когда вы ганяли с российским прапором и кричали за российскую мову. Вы на революцию вы взлякались, и один украинский прапор, потому что взлякались, что будет вам мстить. Нет, не такался, посаду отримал головой областной ради. И таких много, таких много, которые сейчас одеждают кричьи прапори, и делают себе патриотики. Вы будете выговорить на разговорах? Таких много. Потребно прекратить коррупцию, и сейчас терминовано військовое право. А что ты его не вызываешь? Мы не поговорим. Не генеральство, не ставить пунктов, а ставить тех, кто умеет командовать. Нехай полковники командуют, если у нас генералов 450 генералов, но они не умеют командовать. И вот реформа потребна начать с особистостей. То есть ставить, если у него нет кого ставить, то нам не подвищивать их на посадах. Добрый друг, я батальон шахтерского право проводит. И присяг. И присяг. Прошуте, вы в Днепропетровский присягу давали, когда я приехал. Вы ее давали, помните? Вот так вот. Так кто батальон шахтерского право проводит? Кто прилег? Кто прилег добровольца сюда? Да, министерство внутренних дел и министр Аваков, Турчинов и Пашинский сказали, мы хотим привести во власть новую кровь. Было принято решение сделать добровольческие батальоны. И сейчас в них уже 4,5 тысячи человек, в том числе такие ребята, как вы. Для того, чтобы вы, когда вернулись войны, пришли во власть, пришли в милицию. Вы им энтузиазмом говорили, а иллюстрации в МВД и в Гаицын. Так мы это и делаем, мы это и делаем, привлекая новых людей, новых людей во власть. И вот они, и вот они здесь. Что вы делаете? У вас или нет? И вот они потом, когда они вернутся, на развале на Украине, в ходу перемирия. Или в процветающую Украину. А чего вы говорите? Мир любой ценой. И вот только что мы слышали министра, мир любой ценой. Мир любой ценой это новые жертвы. То есть перемирие тогда, Господи, по 10 солдат в день, а война тогда 30 солдат. Это не перемирие. Нужно говорить откровенно. Мы сдаем сейчас Донбасс и объявляем его не своей территорией. Это наш мир, который предлагают, что такие как Гончаренко. Так вопрос не стоит. Нам надо начинать наши решения сомневой формы после победы. Вот это победа может нам дать настоящее... Почитайте законопроекты, какие до Верховной Рады. А что нужно для победы? Для победы нормальная вооружение, нормальная команда, Оружие нормальных людей в парламенте, которые будут командовать. Управление, тылы, все это нужно. Здесь я вижу вот то колесо, чтобы воевать до победы. То есть поддерживать армию и всех воевать. Все остальные, я говорю, пацифисты. Вот пацифисты, паникеры во время войны, это первые ожидатели. Подождите секундочку. Меня несколько раз упомянули. Я дважды очень прошу. Первое. Никогда с российским флагом не стоит. Я был на митингах в Одессе много раз. Там фотография, фотография, видео, любой факт. Я видел, Алексей. Второе. Вот мне жалко, что таких ребят, как ты, мне жалко, когда таких ребят, как ты, сегодня, такие, как Лисков, провоцируют, провоцируют, не требуют. На чём ты говоришь? А то, как Лисков, где Галибея, провоцируют, не требуют. На войне, на чём ты, на войне. 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 На крайне мало времени. Для того, чтобы они сейчас предвалили. Ты пойдёшь сейчас в атаку со своим батальоном. Кто ты, выиграетесь? Победись. Я понимаю, ты победишь. Слушай, генералы. Пожалуйста, у нас крыльчат на малом. У нас крыльчат на малом. У нас крыльчат на малом. Да, и сейчас после этой гаси, я прошу, я прошу, я прошу. И еще раз, отключить Гончаренко, отключить, чтобы мы могли продолжить икер. Евгений Алексеевич, у нас голосование. У нас, да, голосование. Одну секундочку. Так, пожалуйста, Алексей, я вас очень прошу. Все из Донбасса освободили. Две трети. За время, которое прошло. Две трети. Не давай себя. Потому что пока ты боюешь, там, легко боюешь. Здесь в Иссири. Алексей, вот главный ответ. Он боюет. Уважайте его хотя бы за это. Всякий намер. Господа, господа. Господа, господа. Одну секундочку. Одну секундочку. Одну секундочку. Когда голова Одесской областной ради Гончаренко каже, что ему жалко Дмитра Ленька, который с оружием в руках воюет на Донбассе, у меня есть до него пропозиция. Дядь військовую форму, иди на фронт. Иди на фронт. Ты воистовщик. Промерен, Алексей, я подожду в вашей раду. Алексей, я вас спрошу. А вот он 20-летний раненый пацан. У него много раненого. Господин Люшков. Господин Люшков. Господин Люшков. Господин Люшков. Господин Люшков. Крыса ты лови. Крыса ты лови. Так, слушайте. Ну вы, что ли, подайте голос. Вашли правый текст. Вот хватит басаи. Дайте, дайте микрофон человеку, который... Да! Подождите. Солдат говорил. Все как базарные бабы ругаются. Да ну вы же все, Украина смотрит. Сына должно быть. Борислав, спокойно. Спасибо, это помогло. Спасибо, спасибо. Спасибо, это очень помогло. Ну, теперь и с тобой число, пожалуйста. Борислав, если можно, давайте... Три слова. Три слова, мы переходим к нашему опросу. Правый сектор испокон века считал, считает и будет считать. Украина должна быть целая и неделимая. Нет никаких особых территорий, нет никаких отделенных. Есть, может быть, временно оккупированные, больше других вариантов нет. Временно оккупированные надо освобождать. Захваченные надо освобождать. Украина понад усе. И самое главное, хочу сказать. А почему никто не аплодирует? Алексей. Алексей, вот эти что вам прав на 100%. Если человек замазан партией регионов, ему надо либо покаяться и уйти, либо просто уйти, не каяться. Это ваш выбор. Все, я закрачиваю. Алексей, еще раз... Вопрос. Евгений Петрович, прошу. Да, опрос. Прежде чем мы поговорим про опрос, подождите его выводить на экран, потому что он требует комментариев. Я еще раз убедительно прошу господ гостей, что мы, понимаете, это телевидение. Когда вы уходите куда-то туда, вас просто не видят камеры. Просто не видят камеры. Когда вы начинаете друг друга перебивать, зрителю невозможно смотреть. И при том, что вы очень хотите понравиться вашим избирателям или кому-то еще, они просто уходят смотреть другой канал. Потому что вот мне сейчас мои друзья присылают смс-ки, говорят о том, ребят, это смотреть невозможно. Просто физически невозможно. А теперь опрос. Вот опрос, который мы сегодня задавали в связи с той темой. Это не опрос, это голосование на сайте программы подробности. Вот кто должен кормить Донбасс? Ну это образ, знаете, вот хватит кормить Донбасс. Звучало в свое время. Кто будет кормить Донбасс, кто должен кормить Донбасс? Грубо говоря, кто должен восстанавливать Донбасс? Называлась сумма в 12 миллиардов гривен, называлась сумма в 120 миллиардов гривен. О цифрах можно спорить. Но вот смотрите, какие мнения у нас были на сайте. Как они разделились точнее, что за счет западной помощи прокормить Донбасс и восстановить его, думают, что это возможно, там, меньше трех, сейчас уже меньше двух процентов. Примерно 15 процентов говорят, что Донбасс должна кормить остальная Украина. Примерно 10 процентов, сейчас уже, вот видите, упала цифра порядка 9, говорят, что это, значит, контрибуцию надо получать с России. И большинство говорят, что сам Донбасс должен себя восстанавливать. Значит, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Кто-нибудь готов прокомментировать это, только без базара? Возвращаясь к экономике, за 2013 год Донбасс перечислил в государственный бюджет Украины 23 миллиарда гривен. Получил субвенции на 8 миллиардов больше. То есть Донбасс в Украине в 2013 году стоил 1 миллиард долларов США по курсу 8. Это то, что Донбасс... Вы хотите сказать, что это легенда о том, что Донбасс кормил Украину? Это легенда, которая подтверждена статистикой и цифрами. Он был убыточным регионом, датафором. Привычка о том, что Украина, привычка и миф о том, что Украина кормила Советский Союз, с которым мы голосовали в 1991 году, точно такая же, как Донбасс кормит Украину. Донбасс не кормит Украину. Яценюк еще в марте этого года сказал, что дотация на одного шахтера 80 тысяч гривен. Дотации. Сейчас мы получили Донбасс уничтоженный. То есть мало того, что там нет работы, там нет шахт, там нет угля. То есть взнос Донбасса в украинский бюджет, в украинскую экономику практически ничтожен. И это при всем при том, что захвачено сейчас 25% территории. Когда говорили о том, что Донбасс весь якобы захвачен 25%. Но захвачена самая промышленная часть, не сельское хозяйство, а промышленность и индустрия. Чья промышленность и индустрия там? Там есть государственные шахты. Вы уже наговорились. 70% шахт на Донбассе не работают. Они либо затоплены, либо находятся в зоне оккупации Российской Федерации. И террористов, поддерживаемых Российской Федерацией. Как это восстановить? И за чей счет? За чей счет? Резюмировать очень коротко, буквально тремя предложениями. По-хорошему должна восстанавливать Россия. По-хорошему должна восстанавливать Россию. Давайте даже делимся. Химера. Если мы воюем с Российской Федерацией и объявим, что у нас война, и Россия проиграет, есть понятие контрибуции, тогда Россия будет восстанавливать. Саша, вы заставите Россию финансировать Донбасс? Но это уточняет Россию финансировать территорию. Я бы сказал, по-хорошему должна Россия финансировать. Кто разрушил, кто должен восстанавливать. Но этого не будет, воритет. Подождите, я не подождите. А если она начнет, власне, она потом скажет, что мы восстановили, это наше. Господин Теселёв, пусть по факту они оттуда уйдут. Да восстановим мы сами, сможем, разберемся. Схватят не только внутренних ресурсов, но и внешне. Поверьте, и инвекторы придут. Но для начала должна закончиться война. Для начала должен уйти русский агрессор. Для начала должны остановить финансирование всех тех подонков, которые берут из русской кормушки деньги. Загадайте, как после Другої світової войны Киев избудовывали полонені немцы. Донбасс повинен відбудовувати регионалы и комуніаки, які привели війну на Донбасс. И алігази, хорошие алігази. Извините меня, пустозвонство, на мой взгляд, извините. Пустозвон, Ебремов повинен в шахтах працювать. А нет, есть студентная система. Давайте послушаем финансирование. Как финансирование? Скажите, вот вы. Где деньги уже? Друге, необходимо, понимаете, я хотел бы вступить за Донбасс. Его грабовали не останні 4 роки, как Центральный Украинец, а все 23. И именно тому такая статистика по Донбассу. И именно тому такая статистика. Бо их грабовали нещадно в 6-23 роки. И в советское время тоже между прочим. И в радянский час тоже, так вот, погоджусь абсолютно. Наступная теза. Украина не потребует российской допомоги. Досить, досить. Мы пораемся самим звільнить нашу территорию. И программа, программа, відновлення Донбассу будет. Але проблема Украины зараз в чьому? Что до 26 жовтня мы будем мать цей популизм и жодних розмов ни про экономику, ни про молодость. Давайте мы после 26-го тогда поговорим, может быть, не так темпераментно, как сегодня. К сожалению, наше время закончилось. Мы без Ляшко будем, так темпераментно не получится. Если вот без Ляшко, то студии будут нормальные. В любой? Слушайте, мы, мол, в общем, все. Мы прощаемся, что это было черное зеркало. Но сегодня было очень черное, на мой взгляд. Но, тем не менее, другого нет. Спасибо.